Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Эти замечательные строчки блока, по-моему, квинтэссенция того, зачем люди путешествуют. А мы с женой последние 25 лет существенную часть года проводим в путешествиях. С детьми, с друзьями, сами. И одна вещь стала ясной почти сразу. Время в путешествии дорого. Жаль терять его на выяснении того, куда надо пойти и что надо смотреть. Это лучше знать заранее. Но еще обиднее, вернувшись из поездки, понять, что самого главного ты не увидел. Вот уже был там, вот и прошел мимо, не заметил, не знал. Очень обидно. Поэтому теперь я путешествую в любое место три раза. Исследование и подготовка, собственно, поездка, и потом производство вот этих фильмов. Таким образом, время в путешествии становится плотнее, насыщеннее. Вот теперь это насыщенное время я и предлагаю вам на этом канале. Меня всегда интересовали история и история искусства. Вот в основном об этом и мои фильмы. Места Европы и Северная Америка. Теперь, здесь не будет фильмов из серии «Вена за один день». На мой взгляд, это бессмысленно. Если нет возможности отвезти к какому-то месту достаточное время, то может пока туда и не ездить. А зачем? Галочку поставить? Так это можно сделать, не отрываясь от дивана, бесплатно. Поэтому фильмы на этом канале неторопливые и подробные. Добро пожаловать на канал «Найди пылинку дальних стран». О путешествиях в замечательные места, об истории, истории искусства и о музыке. Редактор субтитров А.Семкин